Уважаемые наши телезрители, мы вас приветствуем. Вот теперь расскажите, что у вас болит и что вы хотите исправить? У меня после 11-го года травма была, болит с левой стороны шея, болит позвоночник между лопатками, был резкий наклон. Хотела бы немножко поправить позвонки. Да, вы, наши правила, знаете, что два дня после этого нельзя ничего поднимать. Хорошо? Не бегать, не прыгать. Будем аккуратны. Да, но надо будет выпить, выпивать алкоголь. Вы про это слышали или нет? Нет, не слышала. А вы сможете это? Да. Хорошо, только. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Чтобы не выявить. Да, мои слова. Вы прям мои слова. Я так и говорю, как вы там пьетесь, будете драку там устраивать. Нет, тяжело, с ним я так иду. Два дня, да. Поэтому ими, да. Сама в кровь. Хорошо, отлично. Ложитесь, голова, животики, лапки. Сейчас будем делать все, что можем. Так, чуть выше. Все, 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 все. Голову на бок, пожалуйста. Головой можно крутить, вертеть. Сейчас больно, когда лежит шейка или нет? Да, сейчас. Так, и тут у нас все шишка. Вы знаете, да, про эти шишки? Шишки тоже мы уберем. Но надо будет чуть-чуть потерпеть. Ну, можно. Вау, чуть-чуть. Кому? Нет. А, ты что, знаешь, сколько ты уже эфиров встала? Я знаю, все равно с эфировами. На чужих-то бывает не так страшно. Ладно, ртом вдох-выдох. Глубже. Еще глубже. Это нос, а над ртом. Еще глубже. Еще. Откройте глаза. Вы боитесь, да? Нет. А мне кажется, боитесь. Может, я неправильно душу? Нет. Знаете, боль будет короткая. Вы ничего не бойтесь. Вам будет настолько сейчас хорошо, классно, когда мы сделаем, что вы будете сразу танцевать. Прямо на ресепшене. Понятно? Хорошо. Очень заметили. Чуть потерпеть и все. Я чую внутренне напряжение. Понятно? Я всегда его чую. Чую. Я чувствую. Я всегда чувствую. Расслабить. Значит, очень сильно поражен позвоночник остеохондрозом, особенно вот. Верхний поясничный, начиная с верхнего поясничного, уже на грудной, на шейный отдел. Вот это вот целевое отложение. Поэтому сейчас мы будем это все убирать. Ртом глубокий вдох. Выдох. До конца. Выдох. Терпимо? Да. Вот. Вы видео не видели наше? Нет. Не видели. Значит, я об этом сейчас рассказываю, что вот эта шишка, которая вот тут собирается, она перекрывает подачу кислорода в мозг, она обычно убирается где-либо полтора-два месяца. Здесь мы выбираем ее с одного раза. Нужно просто потерпеть. Это очень момент ценный, когда выбирается. То есть я, честно говоря, не видел в Ростове, чтобы ее выбирали вообще. Потому что тут ее запомнуто, она мягкая тут чуть-чуть, а сами кости никто не может это сделать. Но это идет метод с Крыма, от слепого и от крымского костоправа. Поэтому мы это можем делать, но это чуть-чуть терпение нужно проявить. Вот. Глубокий вдох. Выдох. До конца. Не бояться. Вот так. Дальше до конца. Дальше. Легче. Еще. Слышали? Угу. Хорошо. Да. Так. Шейка можно крутить, когда хотите. Только не ровно. Лапку расслабить. Дальше. Денис Владимирович. Вы уже все. Сейчас я там это. Ага. Вы полежите пока. Порассказывайте что-нибудь. Какой-нибудь анекдот расскажите. Она тихо записывает. Я просто прикрою. Прикрыли. Так, что там? Вот это. Болит? Сейчас? Она всегда болит. Это мы до этого доберемся. Мы сейчас только начали. Почему это закончили? Я уже не помню. Может это или не надо? Расскажите еще, что там болит. Сейчас я. Да, но мы что-то выпускали. Мы дверь просто закрыли, пока еще объединенный перерыв, потому что не дает возможности снимать. Постоянно приходит и приходит. Так, на чем мы остановились? Я уже не помню. А, перешли и все. А, она же тут хрустного, да? Да. Все, я помню. Многие, да, не делали тут еще крестец. До конца протянуть. Вдох, выдох. Протянуть. Если что-то будет больно, страшно вы говорите, не стесняйтесь. Вот. Крестец, таз, и сырых отложений. То есть видно, что он до конца не проворачивается. Сейчас мы чуть-чуть поможем ему. А ну-ка, ослабить. Все, 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 все. Вот. Хорошо, что вы не видели видео. А то бы тут это. Ну, ничего не было, я не боюсь. А, не боитесь, да, хорошо? Расслабьте. Главное, чтобы мы не боялись, да? Да, людям больно, а мы смеемся. Боль короткая. Боль короткая. Многие вопросы очень будут решаться. Шишку, вот это вот у вас, да, то, что вы знаете. Шишка. Уберем с одного раза. Сегодня же, сейчас же. Вот. Да. Потому что мы показываем это выступление, выступительные возможности наши. Вдох-выдох. Дальше. До конца не бояться. Дальше. Еще. Еще. Уберем. Все, все, все. Расслабить. Вдох-выдох. Еще. Не поднимайте. Вдох-выдох. Еще. Хорошо. Все нормально, терпимо? Да. Вы умница, вы очень хорошо терпите. Правда, мы только начали, но все. Так, вы поняли, шейка, можно крутить, когда хотите. Все, поехали. Все. Терпимо? Угу. Вот оно. Ток ударит, сразу отпустит. Угу. Поэтому, если вдруг надо будет этот перерыв говорить. Угу. Расслабить. Такое у нас. Тут вот протрузия у вас была. Вдох-выдох. Угу. Терпимо. 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 Нет, все хорошо на тетрпимо. Вот умница. Вот. Я понимаю, что тут жестко. Просто надо пробить мышцы, убрать эти сырьевые отложения. Надо начать убирать. Вот. Так, сейчас ток ударит, не бояться. Угу. Вот так. Вдох-выдох. Нормально? Да, все нормально. О, ему больно. Больно? Все вот и не больно. Да. У нас подпрыгивает, все равно не больно. Нет, все нормально. Все хорошо. Знаете, когда люди приходят близкие, с ними, как сказать, чуть сложнее, потому что, ну, там узнаешь, да, как вот все это, а когда к нам приходят люди, мы их тут лупим. Да, здрасте, да? Потерпеть. Ну, и слабо. Вначале было больнее, чем сейчас. А когда человек приходит через, там, день-два, вообще легко. Вот сейчас у вас настолько все свободно, легко. Когда закончили, вы почувствуете. А то, что там шишки нет, это вы сразу, ну, то, что можно потрогать. Еще многие вещи, наклоны. Вот. Эффект очень быстрый. Но я не люблю, когда люди приезжают на один раз, понимаете? Именно издалека. Вот они ранее планируют, что они раз приехали, и все. Надо приехать два-три раза. Попасть на баночный массаж, к Денису Владимировичу. Еще что-то сделать, правильно? Ну, да. Подсоглашай. Ну, потому что это правильно. Да, правильно, потому что нужна система. Да. Нормально? Да. Все хорошо. Все расслабить, сейчас будет только дальше бить. Ага. Сразу надо потерпеть, хорошо. Сейчас мы уже подготавливаемся полностью к уборке шишки. Один раз и все. Какая терпеливая пациентка, она попалась. Надо же. Что же это так? Повезло. Так. Руки можно так, можно под голову. Если бы не было столько солевых отложений, удары были бы мягче, не такие сильные, но нам приходится. Это первое. Второе. Мы показываем то, что мы можем сразу. Вот. С вами по сути не особо там церемониться, потому что надо вопросы решить. Вот. Вот тут надо тоже потерпеть давление, выведем. Ну, из-за шейного отдела, из-за шишки, что была у вас. Она есть, но мы ее уберем к концу. Процедуры вообще в ноль. Нам не нужны эти шишки. А скажите, пожалуйста, а на следующий день можно приходить к вам? Например, если завтра. Ну, вообще дается день перерыва. По-нормальному, потому что можно потом, а именно завтра нельзя. Потому что это вам сейчас будет классно, легко, а потом будут сильно болеть мышцы. Вот в чем дело. И полный не крашен. Да. Дело в том, что организм должен все переработать и освоиться, одуматься. Все, терпеть. 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 О, сразу все свободное. Легкое. Массаж бы упрал бы за три сеанса примерно. Вот это хотя бы часть мышц. Вот. Но я говорю, что массаж тоже хорошая вещь. Но тут больше для расслабления. Это мягкие ткани, да? Для массажа. А здесь у нас немягкие. В первый раз просто можно будет, ну, когда пройдет день перерыва. правку сделать потом подняться сразу на второй этаж чтобы ранее записаться к денису владимировичу он банки поставит понятно вот банки будут убирать внутренние воспаления тоже эффект молниеносная навоза в ростове не встречал то есть люди вас путают баночный массаж баночный массаж разные разные специалисты поэтому сразу видим эффект люди настолько рады да все там болит и отпускается одного раза но не всегда не всем я думаю что любой вопрос решается делаем все что возможно в плане костно-мышечной системы лапки вниз на бок ко мне лицом ложитесь пожалуйста это вот так правильно на другой бок потихоньку да я вижу вижу никто не будет ломать заново не переживайте за это не на камеру шпальна вдох выдох прям легче до конца на спинку голова не кружится вы правда очень смелая у нас такое не часто бывает я уже знаю поверьте но женщины как правило терпят намного сильнее чем мужчины да вы правы но если брать все таки по процентному соотношению бывает просто после родов система нервная едет сильно вот и там уже ну никак когда человек в приемной дрожит боится это уже моменты человек понимает что это проблема но ничего не может сделать с этим это приходится по голове бац и уже без чувств ремонтировать понятно да ладно вопросы решить женщина пишет но на самом деле он так и есть вы знаете самое что интересного записываются женщина записывает мужа рядом вот это неправильно мужчина должна быть как замужем замужем должна быть жена да не наоборот это неправильно да за мужем а если муж тряпка что-то будет какой надо будет семья и все такое да вот да что-то может допустим боится пусть боится и делает а если он вот это вот прячется за женщину учет это мужик может но это в идеале а по факту да ну я им конечно по факту с одной стороны другой стороны если бывает же опять стержнем человека есть я же нету а пусть чё делай вот хоть чё делай но опять его потребности колки цели поэтому кому-то живет как нормально и все а кто будет развитие думать конечно должна быть и муж и жена очень мощные чтобы решать вопрос а если оба ветер в поле то что-то забудет так расслабить нам судить нельзя полное расслабление пусть она судим давайте лапку зубки вместе нормально я удивлен насколько вы легко все переносите вы у нас этот показательный центр так расслабить не бояться присаживайтесь на краю чуть направо какая прелесть но погодите это еще не все еще осталось процентов сколько 13 с половиной если потерпите и вообще не вот знаете что чего отметить я там шишки там только хоть все не очень не что-то признаются вы терпите понимаешь что он больно давно вы спасибо вам вытерпеть я говорю больше для пациента просто неприятно когда люди вот это вот и по успокойте плачу да страшно все собираются годами сюда прийти понимаете на прием они отправляют всех знакомых и близких и боятся начать такое надо бояться и действия сколько раз об этом говорил так все глаза закрыть вот это я продолжаем до еще раз шишку трогать как новая копейка 18 плюс перекрутите головы по большому кругу по большому кругу крутите где-то если будет я ударом что сейчас буду мне скажите об этом скажите об этом еще провернем чуть-чуть проверим спинку вернемся к шейке вот так шейку проверим потом а вот и тапочки идите берет дверки камня лицом шире до пола до 1 белого носочка двумя руками для другого лапки ближе покажите великую мощь и другую еще прям мощнее и другую 10 раз приседания не торопясь 10 раз да да слушаю через 10 минут позвоните пожалуйста вас напишут пожалуйста слушайте колени и крестец как себя чувствует про продруйте про продруйте сейчас расскажу сейчас шея шейка болит или нет погрузите то есть болит шейка основной ничего не болит присаживайтесь пожалуйста насчет протрузии нам задали вопрос я так понимаю кто нас смотрит недавно там видео я рассказываю часто как это все работает вот позвонки вот так это я рассказываю пациентам должны быть вот так вот когда позвонки вот так стоят вместе это есть протрузия когда они давят вместе пульпозное ядро выдавливает это есть грыжа мы делаем некомпрессию позвонки вот раздвигаем и все но если человек не занимается спортом хотя бы элементарно этой зарядкой не ходит в баню в бассейн не висит на турнике это потом будет возвращаться ну поэтому мы про друзей как бы позвонки раздвигаем но надо чтобы человек что-то делал а не ленился правильно рассказывать хорошо веду просматриваются очень люблю для того то что болит это заслуженные мышцы у вас для этого люди записываются на баночный массаж чтобы это все убиралась вот чем дело потерпеть чуть-чуть потерпите так а ну-ка шейка и покрутите по большому кругу одну потом другую так что там у нас прошло но мне думается что боль может вернуться потому что сейчас раз она распутывается жилки потому что это воскройный момент вот я могу удалось и здесь на выше не могу поэтому на банке попадете на банк и банки и воспаления уберут очень быстро тоже тоже это покажем но умно было бы сделать правку послезавтра и на банке сразу не знать вот блин а слушайте а вы во время там этого когда будет прерыв на свадьбе придете хорошо завтра мы найдем время можем банки поставить да вот и покажем эти моменты тоже как это все работает раз свадьба после завтра зато поставим что вы там танцевали на свадьбе нет конечно обязательно на этот момент обязательно похожи правильно концуете нет что после таких хороших процедур на свадьбе чувствуешь себя просто звездно много не пейте ясно но это сегодня на свадьбе хорошо скажите меня послали хорошо я причем вопросы всех доктор он прописал мне пить я причем а вы сами там возьмете микрофон и всем гостям расскажите все и визитки и визитки прям у них на швырнете я просто картину представил не на система у вас вполне хорошая вполне я знаю что мы все неначи мы все люди но относительно ростова у вас все окей вообще вообще хорошо у вас тут все мне очень нравится такие пациенты которые соглашаются особенно если я не за стол поэтому относительно система спокойная у вас стоит просто суеты много дай было здоровья можно одеваться у вас будет не он не он вы не он не он Продолжение следует...